Лицкий хлебозавод Лицкий хлебозавод Добрый вечер! В эфире Лицкого телевидения. Последний на этой неделе выпуск информационной программы события. Ближайшие 20 минут с вами проведу я, Алексей Водейко. Здравствуйте! И сразу коротко об основных темах материалов наших корреспондентов. 521 кандидат зарегистрирован для участия в выборах в Палату представителей Национального собрания Беларуси 6-го созыва. В Гродненской области за 13 мест в Палате представителей будут бороться 55 кандидатов. Уборочная приближается к завершению. Трем хозяйствам личины осталось убрать меньше 20% площадей, отведенных под зерновые и зернобобовые. В Лиде строят дома с долевым привлечением средств граждан. ПМК 169 одну такую пятиэтажку возвела на улице Республиканской. Наша организация не привязывает стоимость квадратного метра к какой-либо валюте, к евро, либо к доллару. И договора заключаются с дольщиками в белорусских рублях на весь период строительства. Завтра уже можно. 13 августа в Беларуси откроется летний осенний сезон охоты на водоплавающую и болотную дичь. Охота будет разрешена в светлое время суток. Дважды два, четыре. У Лидского телерадиообъединения есть новое интересное предложение. Хорошая возможность поздравить своих близких, вспомнить о их дне рождения, юбилеях. А сейчас подробности. 521 кандидат зарегистрирован для участия в выборах в Палату представителей Национального собрания Беларуси 6-го созыва. 93 претендентам отказано, 16 человек сами отказались от участия в выборах. Такую информацию сообщила сегодня председатель Центра избиркома Лидия Ермошина. Также она рассказала о портрете кандидатов в депутаты. Среди зарегистрированных около 25% женщин. Молодежи среди кандидатов порядка 10%, пенсионеров 8%. В качестве кандидатов зарегистрирован 31 безработный, 51 представитель госорганов, 95 человек из социальной сферы, 90 работающих в промышленности. Предпринимателей среди кандидатов в депутаты 35 человек. Иные сферы деятельности представляют 136 человек. Политическими партиями выдвинуты 52,5% зарегистрированных. Напомним, выборы в Палату представителей в Беларуси состоятся 11 сентября. Кандидаты поборются за 110 мест в парламенте. В Гродненскую область в Палате представителей будут представлять 13 человек. Именно столько на Гродненщине и избирательных округов. В них зарегистрировано 55 кандидатов. Лида и населенные пункты Лидского района относятся к Лидскому, Дятловскому и Новогрудскому избирательным округам. В каждом из них за депутатский мандат будут бороться по 4 кандидата. К другим темам. Прямые телефонные линии завтра в 9 часов вновь стартуют по всей стране. В Лиде обращение жителей региона будет принимать управляющий делами райисполкома Ирина Юч. Телефон 52-42-43 будет работать до полудня. 941 тысяча тонн зерна намолочено аграриями Гродненщины. Они уже убрали 72% площадей, отведенных под зерновые и зернобобовые. В Лидском районе скошено на сегодня столько же. Воловой сбор зерна в нашем регионе чуть более 35 тысяч тонн. В лидерах по темпам уборки совхоз Лидский. Здесь работы выполнены на 84%. Менее 20% площадей осталось убрать в хозяйствах Бердовка Агра и Ваверка Агра. А вот урожайность выше, чем в других сельхозпредприятиях района, филиале ДИТВА, открытого акционерного общества Лида Хлебопродукт. Там убирают с одного гектара 34 центнера. Лида меняется. Если не на глазах, то достаточно быстро. В ней возводятся современные многоэтажки и социальные объекты. Развиваются микрорайоны индивидуальной застройки. Все эти изменения предусмотрены генеральным планом города, который прошел корректировку в Бел-НИБ градостроительства в 2012 году и был утвержден Лидским райисполкомом и районным советом депутатов в 2013 году. Генплан предусматривает развитие Лиды до 2030 года. Более подробно об этом мы поговорим с главным архитектором Лидского района Виктором Рудым. Добрый вечер, Виктор Марьянович. Здравствуйте. Итак, генеральный план Лиды, как я уже сказал, предусматривает развитие нашего города до 2030 года. А реализовываться все изменения будут в два этапа. Что это за этапы? Генеральным планом предусмотрено развитие города на два этапа. Первый этап до 2020 года. Второй до 2030 года. Разделены на этапы для того, чтобы была возможность откорректировать предыдущий этап. То есть разбито на очереди для того, чтобы удобнее было, скажем так, сформировать какую-то среду, какие-то проекты, то есть рассмотреть какие-то возможности, изменить сам генеральный план. Виктор Марьянович, а как же будет развиваться Лида в ближайшие годы? Появятся ли новые микрорайоны многоэтажной и индивидуальной жилой застройки или же будут прирастать новостройками существующие? На сегодняшний день разрабатывается возможность выдачи индивидуальных жилых участков в микрорайоне Заречья. Находится он недалеко от Ледового дворца. Если знаете, между деревней Новоселки и существующей жилой застройкой по генералу Беды имеется поле, которое генеральным планом города предусмотрено под строительство индивидуального жилья. На сегодняшний день разрабатывается возможность частично выдать этот кусок земли для граждан для строительства индивидуальных жилых домов. Многоквартирное жилье будет строиться у нас в районе севера города Лиды. Это микрорайон индустриальный. И на сегодняшний день все силы брошены на то, чтобы завершить застройку уже ранее разработанного проекта по микрорайону индустриальный. Дальнейшее развитие города по многоквартирному жилью будет происходить в соответствии уже с генеральным планом. При необходимости будут разрабатываться планы детальной планировки и в дальнейшем осуществляться строительство. Многоэтажки вырастут на месте частных домов по улицам Коммунистической, Варшавской, Игнатова и Лупова. А какие именно участки нужно иметь в виду? Значит, имеются в виду те участки, которые согласно генерального плана подлежат реконструкции. То есть индивидуальное жилье будет сноситься и будет строиться многоквартирное. Но на сегодняшний день ко всем этим участкам нужно подходить индивидуально, потому что надо смотреть составляющую экономическую строительство этих домов на месте индивидуальной жилой застройки. И, соответственно, считать сумму затрат на это строительство. Поэтому на сегодняшний день выбираются те участки, которые наиболее благоприятны для строительства этих многоквартирных жилых домов. Такой участок есть по улице Рыбиновского на перекрестке с улицы Куйбышева. Затем есть свободные участки, на сегодняшний день так называемые пустыри. Это улица Куйбышева за 6-й школой и дальше. И другие участки в городе, которые можно рассмотреть для того, чтобы построить там многоквартирное жилье. Там где-то со сносом одного, двух, трех домов. А хозяевам частных домов будут предложены квартиры или же земельные участки в иных местах? Тем гражданам, которые проживают в домах, которые попадают под снос, будет предложена либо денежная компенсация, либо квартира в этом доме. Равнозначный какой-то обмен, да? То есть люди могут выбрать либо квартиру, либо взять денежные средства и построить сейчас на свободном где-то участке свой индивидуальный жилой дом. Скажите, в каких местах планируется возвести жилые дома на улицах Космонавтов, Ленинской и Крупской? У нас в городе есть три участка, которые можно рассмотреть под строительство многоквартирных жилых домов. Один из них находится на улице Космонавтов, возле пути провода. На сегодняшний день ведутся проектные работы. Получаем акт выбора и, в принципе, в ближайшее время этот дом, возможно, будет строиться. Второй участок находится на улице Куйбышева и Крупской перекресток. Но там есть индивидуальное жилье, три участка, которые на данный момент еще пока сохраняются. На тот дом разрабатывается проектная документация, рассматривается возможность его посадки там. То есть находится в стадии предпроектных работ. И третий участок – это улица Ленинская напротив нашего парка Кургана Славы. Там два свободных поля, которые тоже можно застраивать, но не многоэтажными, а где-то трех-четырехэтажными жилыми домами. А если говорить о микрорайонах Гастелло, Красноармейский, там что-то планируется? Нет, на этих участках сейчас, в этих микрорайонах ничего не планируется, потому что микрорайоны уже запроектированы. В них предусмотрена вся инфраструктура, и те места, которые свободны, они предусмотрены либо под строительство школы, либо детского сада. Но так как на сегодняшний день финансовые средства не позволяют осуществить это строительство, эти участки находятся в режиме ожидания. Все жилье, которое будет построено, оно будет коммерческим? На сегодняшний день, на ближайший год – да. А каким, согласно генплану, будет микрорайон индустриальный? Сколько еще будет построено там жилья, и какие социальные объекты должны появиться? Детальным планом на этот микрорайон предусмотрено строительство детского сада и торгового центра. На торговый центр ищем инвестора, который мог прийти построить свой объект и в дальнейшем его эксплуатировать. А детский сад будет построен, когда позволят финансовые средства и социальная необходимость острая. Виктор Марьянович, скажите, а какова судьба микрорайона «Север», который должен соединить микрорайон «Гастелло» и индустриальный? На сегодняшний день на микрорайон «Север» разработана проектная документация, но чтобы завершить, необходимы финансовые средства. В связи с чем работы пока приостановлены и все силы брошены на микрорайон индустриальный. Ну вот мы так прошлись в целом по городу. Может быть где-то какие-то еще есть места в Лиде, которые планируются генпланом благоустроить или что-то новое возвести? Генплан города предусматривает зональное развитие. Он не предусматривает детальные какие-то объекты в себе. Он показывает участки города, которые подлежат той или иной застройке. Чтобы посадить какой-то объект детально, допустим, торговый центр, магазин, школу, для этого необходим детальный план. И у нас в городе есть такие места, но они ждут своего инвестора. А что это за места? Или пока не будем раскрывать карты? Я думаю, что те места все знают. Это пересечение улицы Коммунистической и проспекта Победы, угол возле торгово-сервисного центра. В принципе, еще есть пару мест по городу, но самое интересное это вот это место. Спасибо, Виктор Марьянович, что нашли время для встречи. С наступающим вас праздником, Днем строителя, потому что вы, хотя и не возводите дома, но имеете как главный архитектор прямое к этому отношение. Спасибо. Все, о чем мы сегодня говорили, еще раз подтверждает. Лида не стоит на месте. Ежегодно в ней появляются новые дома. В этом году их планируют создать 4 на улицах Кирова, Куйбышева, Машерова и Республиканской. Последние возводились строители ПМК-169, и они уже вручили ключи их хозяевам. Этот 5-поверховый дом по улице Республиканской ПМК-169 узвела меньшим за год. У жнивни 2015-го тут была только пляцовка, а в червене 2016-го будовники уручили ключи от новых кватер их господарам. Все не они робят ремонт на своих квадратных метрах. Как подтанить жилье, 5-поверховка на мове будовников сдавалась под шер и ключ. У кватерах были уставлены только у входной двери, а тынкованы столи стены, залита стяжка на подлозе. В сантехнике унитаз, на кухне газовая плита. При строительстве коммерческого жилья в основном используются материалы белорусского производства, что позволяет достаточно удешевить стоимость квадратного метра. Порядка 30-40% от всего использованного материала – это материалы нашего собственного производства, ПМК-169 и Гродного области строя. Три площадочные сети – это стоянки, детские площадки, озеленение. Это тоже ложится на стоимость квадратного метра. Но максимально пытаемся это удешевить, для того, чтобы не было на плечи дольщиков. Мы делаем аккуратно, тоже все практически своего производства, малоархитектурные формы, тротуарная плитка, борт – все делаем сами. Плюс наша организация не привязывает стоимость квадратного метра к какой-либо валюте, к евро, либо к доллару. И договора заключаются с дольщиками в белорусских рублях на весь период строительства. У новом доме 80 кватер, 15 однопокаевых, 25 двух и 40 трехпокаевых. Яны хотя и типовой планировки, а ли немалые поплоще. Так, однопокаевка – 43 квадраты, двухпокаевка – 57, а трехпокаевка – 80. Квадратный метр каштое – 9 миллионов 300 тысяч недонаменованных рублев. Этот дом, который все в микрорайоне индустриальный, будавался без сметчепроводов. Замест их, недалеко от будинка, обсталяваны контейнерные пляцовки. Так что новосельцам придется привыкать до раздельного сбора сметчепроводов. Во всем мире люди собирают мусор отдельно. Как говорят, мусор – это деньги. Почему-то мы их пытаемся закопать. Я надеюсь, что жильцы с пониманием отнесутся к этому новшеству. И поскольку оборудованы специальные площадки для раздельного сбора мусора, проблем никаких возникать не будет. Дом номер 11 по улице Республиканской, 4-й, узведенный Лицкой ПМК-169 в микрорайоне индустриальный. Недавно эта организация заклала основу пятого. Он, как и его попередник, будет будаться с долевым притягнением сродков граждан. Такое жилье, означают будовники, зараз используется попытом уличан. Главная причина – набить его можно любые жадающие. Вот только необходимую сумму нужно выплатить некоторыми частками до конца будовництва дома. Вот этот пятиэтажный 80-квартирный дом, он типовых потребительских качеств. Новый дом, который мы строим, он строится по проекту, который мы специально заказали. В городе Лида еще таких домов нет. Это десятиэтажный 80-квартирный дом, представлен 1, 2 и 3-комнатными квартирами улучшенной планировки. Дом энергоэффективный, одним из ношеств, который там применяется, там отсутствует газопровод. То бишь мы уже с расчетом того, что в будущем у нас вводится в эксплуатацию наша атомная электростанция, первый энергоблок, и с расчетом на то, что электроэнергия будет дешевле, чем газ, который мы покупаем в России, там не будет газовых плит, там будут стоять электроплиты. Коммерческое жилье достаточно востребовано. Даже на примере дома, который мы ввели в июне месяце, квартиры практически все проданы, остались только 2-3-комнатные квартиры. В новом доме, который мы уже строим, и ввод которого планируется на март месяц 2017 года, четверть квартир уже реализована. Думаю, что к концу строительства все квартиры будут проданы. Сегодня на будовне в новом доме в микрорайоне индустриальный заденечено около трех десятков человек. Прозник который час их колькостью взросли. По МК-169 все работы выполняют самостоинно, иншие организации не притягивая. И это, по-перше, даёт махчимость забеспечить занятость своих специалистов, а по-другому – снизить кошт квадратного метра, что, видимо, важно для покупников. Завтра в Беларуси откроется летний осенний сезон охоты на водоплавающую и болотную дичь, вальдшнепа, вяхеря, сизого голубя, перепела и фазана. Согласно правилам ведения охотничьего хозяйства и охоты, он стартует во вторую субботу августа. Охота будет разрешена в светлое время суток. То есть, начинается за час до восхода солнца и заканчивается час после захода солнца. Способы охоты ружейны из засады, также с подхода и с подъезда на маломерных судах, судов без двигателя. Разрешено использовать гладкоствольное оружие и патроны, снаряженные дробью. Хочется напомнить, что патроны, снаряженные картечью и пулей при данной охоте, строго запрещены. Также разрешено использовать охотничьи собаки, кроме гонщих и борцых. С первой субботы сентября список разрешенной к добыче пернатой дичи пополнится рябчиком и серой куропаткой, а с третьей субботы, первого осеннего месяца, гусем белолобым, гусем гуменником, гусем серым и канадской казаркой. В этом году сезон охоты на водоплавающую и болотную дичь завершится во второе воскресенье декабря, то есть 11 числа. Август пока не радует белорусов теплом. Дождливо и прохладно будет и в выходные. Максимальные ночные температуры ожидаются от 10 до 15 градусов выше нуля. Дневные в субботу и воскресенье не поднимутся выше отметки плюс 22-23. Синоптики на воскресенье прогнозируют не только дожди, но и грозы. По информации Республиканского гидрометеоцентра, в начале следующей недели существенных изменений в погоде ждать не стоит. В Беларуси также будет прохладно и дождливо. Дважды два, четыре. Так называется наша новая акция. В августе можно заказать два музыкальных поздравления в эфире телеканала ЛИДА ТВ и получить еще два в подарок. Все поздравления оформляются в день заказа. Подробности по телефону 53-22-42. Вы можете дать два поздравления и два вы получаете в бонус. То есть, если простыми словами вы придете, вы должны обязательно заявку дать в один день на любую дату до конца года. То есть, можете на сентябрь, две на ноябрь, на декабрь. Четыре заявки даете, а платите только за две. Это очень хорошая возможность поздравить своих близких, вспомнить о их дня рождения, юбилеях, годовщинах свадьбы, так как это прекрасная возможность экономить деньги. Заказать музыкальное поздравление сейчас можно и через интернет. Эта услуга доступна как жителям нашего региона, так и всей Беларуси. Напомним, программы канала Лида ТВ можно смотреть на территории Лицкого, Щучинского, Ворновского, Ивьевского, Дятловского и Новогрудского районов. Наши телезрители имеют возможность заказать музыкальное поздравление и в местных отделениях почтовой связи. Лицкий дворец культуры приглашает завтра жителей микрорайонов Красноармейские и Гастелло на концертно-развлекательную программу для всей семьи под названием «Веселый выходной». Она будет проходить с полудня и до 18 часов на спортивной игровой площадке по улице Тухачевского. В 17 часов здесь начнется концертная программа с участием эстрадных исполнителей любительского творчества Дворца культуры, эстрадно-вокального коллектива ретро-песни «Меридиан», театра песни «Лида Мюзикл» и рок-группы «Премия». А в 19 часов на площадке у Дворца культуры откроется культурная суббота. Начнется она с дискотеки. Затем состоится концерт «Рок-групп», после чего все собравшиеся увидят файер-шоу. В конце выпуска немного о спорте. Возобновляется чемпионат Беларуси по футболу в первой лиге. В 14-м его туре у футбольного клуба «Лида» выездная игра со шмянами. Она состоится в субботу. Перед этой встречей «Лида» с 13 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, а ее соперник с 4-мя очками – 14-е. Мини-футбольный клуб «Лидсельмаш» отправился в Борисов, чтобы принять участие в международном турнире, посвященном 15-летию клуба «Борисов-900». Помимо нашей команды, за победу поборются «Хозяева» – «Борисов-900», «Минский Мопид», а также чемпион Латвии – «Рижский Никорс». Сегодня у «Лидсельмашевцев» матч с «Мопидом». В субботу встреча с «Хозяевами», а в воскресенье – с зарубежными гостями. Трудовая неделя позади. Впереди выходные. Проведите их так, чтобы было что вспомнить долгими зимними вечерами. Пользуйтесь моментом, ведь до конца лета осталось лишь 2,5 недели. Креативьте, но не забывайте о безопасности. Да, всех строителей с наступающим профессиональным праздником. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова